Китайская компания Jack в России пока не на слуху, а зря. Выпускают они очень интересные автомобили. Один из них кроссовер GS8. Это флагман марки. Самый крупный и дорогой полноприводь. Длина без малого 5 метров. Массивная радиаторная решетка, два выхлопных патрубка, обилие хрома. Внешность GS8 производит серьезное впечатление. Конкуренты Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Chery Tiggo 8 Pro Max. При этом Jack доступнее. Цена за топ-версию 3 миллиона 400 тысяч рублей. К слову, в Китае уже выпускается новое поколение GS8 и к нам его привезут в конце года. В салоне ощущается, что эта машина дебютировала не вчера. Есть некий налет старомодности. Зато в отделке качественные материалы, да и коричневые вставки хороши. У сидений есть не только обогрев, но и вентиляция. Второй ряд подкупает простором. Место тут на зависть многим конкурентам. Для удобства пассажиров предусмотрены USB разъем и розетка на 220 вольт. Есть тут и третий ряд, на который человек среднего роста усядется нормально. Багажник оставляет двойственное впечатление. Он очень вместительный. С другой стороны, пятая дверь могла бы подниматься чуть-чуть повыше. В отличие от многих конкурентов, GS8 предлагается только с одним вариантом двигателя. Это четырехцилиндровый бензиновый турбомотор рабочим объемом 2 литра, мощностью 190 лошадиных сил. В одной упряжке с ним работает шестиступенчатый автомат. Этот тандем наделяет модель весьма средней динамикой. По ощущениям, разгон до сотни занимает около 10 секунд. Аппетит при этом не детский. 12,5 литров на 100 километров. В городе же и в 15 уложится за счастье. Да, подвеска жестковата. Лежащие полицейские и дорожные стыки машина проезжает с ощутимыми толчками. Расслабиться не получится. На прямых отрезках дороги управляемость вызывает вопрос. Автомобиль не хочет ехать ровно. То и дело приходится подруливать. В поворотах же GS8 оказался довольно бойким. Он клещом впивается в траекторию и почти не крениться. Вне асфальта восьмерка особыми талантами не поразила. С невеликим клиренсом 17 сантиметров и невозможностью заблокировать многодисковую муфту на какие-то подвиги можно не рассчитывать. Но с легкой грунтовкой машина справится без проблем. Добротный автомобиль сделали китайцы. Основательный. Что ж, интересно будет познакомиться с моделью следующего поколения.